Эти двери слишком малы для двух кричащих бошек. Это грубо. Будь здоров, а меня всё ещё зовут Павел Князич, а это Дурстро Блокс обновление. Мы возвращаем потихонечку нашу рубрику противостояния, и на сей раз на ринг у нас выходят две кричащие бошки. Амбуши А-90. Чем-то они даже похожи внешне, но никак не способностями. Это две очень мощные сущности, которых боятся больше всего помимо боссов, которых можно встретить на Дурстро Блокс. И эти две кричащие бошки совершенно из разных вселенных, но чем-то они похожи. Оба быстрые, оба состоят из помех, оба кричат, и их обоих стоит бояться и опасаться. Но насколько же мощные эти монстры? Имеют ли они какие-то скрытые способности, которые они могут использовать против нас, человеков, и против других сущностей? В частности, друг против друга. Кто из них страшнее, мощнее, и кто же из них победит в реальной схватке, если вдруг она произойдёт? Сущность против сущности. Амбуш против А-90. Случилась встреча. И это будет борьба не на жизнь, а на смерть. Поэтому не хватает пива и чипсов. Но в любом случае, если ты столкнёшься шо с тем, шо с другим, ты погибнешь сразу же. И поэтому тебе нужно возродиться, чтобы продолжить игру. Ну что же, а мы начинаем эпичнейшую битву двух титанов. И раунд первый. Способности. Какие способности у нас имеют сущности? Начнём мы, пожалуй, с амбуша, поскольку это первая сущность, которая появилась ещё задолго до появления А-90. И что же у нас умеет амбуш? Первое, что бросается сразу в глаза, это невероятная скорость. Да, амбуш у нас очень быстро и может оказаться из одного конца коридора в другом. Причём за долю секунды. И это могут быть разные коридоры, так ещё он успевает за это время вернуться. И снова же прилететь. В общем, амбуш очень быстрый. И скорее всего, эта способность не летать, поскольку он не может оказаться где-нибудь на потолке или вылететь в окно. Это левитация, но очень быстрая, и амбуш её использует по полной. А по-другому он не умеет, ведь это летающая башка. Прошу заметить, очень быстрая летающая башка. Её даже не успеваешь разглядеть. И амбуши можно заметить только тогда, когда ты выходишь с ним один на один и погибаешь. А до этого ты даже не успеешь понять, кто на тебя несётся. Лишь только по звуку можно вычислить этого страшного летающего гада. Ну и в принципе на этом всё. Все способности амбуша, поскольку неизвестно, каким образом он убивает. Но против кого вот использовать нужно кресток, это против амбуши, поскольку спрятаться от него будет весьма проблематично. Потому что из шкафа тебя выкинут рано или поздно, а засада или же амбуш может возвращаться сколько угодно. Под кровать ты лазаешь слишком медленно. А вентиляции это довольно-таки редкая штука. Причём вентиляции, как перемещение между комнатой, вообще убрали в обновлении. И поэтому в том, что у амбуша скорость это его главное оружие, сомневаться не приходится. Но как же он убивает? Он ещё не только очень быстро, так ещё и слишком громкий. Так возможно он и убивает своим ультразвуком, или он нас жрёт своим огромным открытым ртом? Сложно сказать, что он делает с игроками. Может быть он реально их жрёт. Но что же он будет делать с такой сущностью, как А-90? Которая буквально размером с него. Скорее всего амбуш также использует свой ультра громкий звук для оглушения. Именно таким способом он скорее всего устраняет своих противников и убивает жертв. А звук реально очень громкий и его слышно даже издалека. А вот допустим раша слышно не сразу. Перед его появлением комната тебя предупреждает мерцанием, и ты должен за это время спрятаться в шкафу. И только потом ты слышишь рычание раша. У амбуша немножечко всё по-другому. Ты задолго до его появления слышишь его ультразвук. И тогда ты прячешься. Но вот перед нами А-90. Кто же он такой? Он имеет немного другую тактику. Появляется он внезапно, никак не предупреждая о своём задолговременном присутствии. Он никак не орёт. Ниоткуда не вылетает. Он сразу же появляется. И тебе нужно замереть. Но поскольку амбуш у нас очень подвижный, славный, малый, это ему не удастся. А значит А-90 сможет нанести ему удар. Но каким образом? Да точно таким же. Потому что А-90 не имеет ни рук, ни ног, ни других каких-то либо конечностей. Это такая же летающая башка. И при скримере, при атаке она тоже кричит. Ну и не пофиг ли А-90 на какую-то там сверхскорость амбуша, ещё как пофиг. Он вообще может перемещаться и внезапно появляться. Ему нахрен никуда спешить не нужно и откуда-то там ещё возвращаться. И ждать, когда игрок выйдет из шкафа. Ты даже бровкой дёрнуть не успеешь, как перед тобой появится А-90. И тогда в эти секунды нужно молиться. Ты дёрнулся, в то время как появился А-90 и сказал тебе стоп. Или же ты не успел ещё дёрнуться и застыл на месте. Именно он чаще всего убивает всех в Румс. И именно его появление всех раздражает. И многих пугает. Потому что оно внезапное и резкое. Если амбуш вдруг захочет как-нибудь атаковать своего противника А-90, то ему придётся разогнаться очень быстро. И не факт, что он его атакует первее. Ведь он всё же двигается. Амбуш хоть и быстрый, но в отличие от А-90 он не телепортируется. Поэтому амбуш 0 баллов, а 91 балл. Следующий раунд у нас слабости. Какими бы сильными наши бугаи не были, всё-таки у них есть свои слабости, которые они могут также использовать друг против друга. Разумеется, чужие слабости. И насколько у нас слаб амбуш? Это вполне себе хитрое создание, и оно также может появиться внезапно. Но эта тактика работает только против человека, против игроков. И то игроки могут обмануть сущность, спрятавшись где-нибудь в шкафчике. И вся дурь заключается не только в том, что амбуш тебя не видит и не может тебя атаковать. И он как бы носится туда-сюда в поисках тебя, и никак не может найти. Поэтому он задаётся и перестаёт бегать и туда, и налево, и направо, и сюда. Ну короче, в прятке ты у него точно выиграл. Это вообще не важно. Ты можешь также спрятаться в вентиляции и очень хорошо видеть амбуша. А он видит тебя. И чё? И чё он тебе сделает? Уносится туда-сюда, и всё. Это, конечно, не совсем сработает, если ты спрячешься где-нибудь вдалеке за диванчиком. Но в вентиляции он тебя 100% никак не выкурит. Потому что он слишком большой для неё. И поэтому от амбуша можно прятаться сколько угодно. И пока он тебя не видит, или ты находишься где-то в месте, докуда он добраться, но чисто физически не сможет, ты в безопасности. И А-90 это может сделать на раз плюнуть. Ему достаточно просто какое-то время не появляться и не телепортироваться к нему. Ну что ж, самая лучшая драка это которой не было. Выходит, что амбуш у нас на стрелку пришёл один, и его никто не встречает. Обидно. А что у нас А-90? А его ещё хлеще можно обмануть. Просто не двигаться. Что самое интересное, он тебе сам даёт подсказку ОСТАНОВИСЬ! Не двигайся! Стоп! И ты реально выполняешь то, что он сказал. Как бы таким знаком и жестом. И всё. Он тебя не трогает. Другой вопрос в том, что сработает ли это с амбушем. Я думаю, что нет. Он слишком дёрганный. Даже если амбуш становится на месте, он всё равно будет двигаться. И поэтому смысла нет в том, чтобы останавливаться. Нужно как можно резче разогнаться и врезаться в свою жертву. Проблема только в том, что при такой схватке амбуш наносит стопроцентный урон. Но А-90 наносит 90. Вот это поворот! Получается, что способность А-90 это его и слабость. Но слабость не в том, что он умеет. Скорее всего в том, что он не умеет наносить стопроцентный урон как амбуш. И поэтому главное оружие у А-90 это всё-таки внезапность. Но никак не сила. В этом плане он уступает амбушу. И поэтому амбуш 1 балл. А-90 1 балл. Ну и третий решающий раунд. Где мы выясним, кто же у нас. Данжин мастер этого отеля? Третий раунд у нас это союзники. Кто же нам поможет? Кто же им поможет выиграть? И тут бы я хотел уже начать с А-90. Он живёт в своём мире бесконечных дверей. И этих дверей намного больше, чем в дурке. Их 100, а у А-90 их 1000. И в таком пространстве разве монстров не должно быть больше? А нет, в этом мире есть только А-90, А-60 и А-120. Поэтому союзников тут, конечно, маловато будет. А вот у амбуша, кто находится в его мире, не только летающие призрачные бошки, но ещё и полноценные мясистые коренастые монстры. Тут уж замучаешься перечислять. И раш, и скрич, и фигура, и сик, и халт, блин. Не факт, конечно, что каждый из них просто вот так вот возьмёт и поможет. Кто-то из них крикнет, наших бьют и полезут на румс. Но и не факт, что эти у А-90 ему помогут. И насколько бы не были мощными существа из румс, их даже крестом нельзя изгнать. Всё-таки пока на данный момент монстров из дурс намного больше. И все они по факту могут являться потенциальными союзниками амбуша, поскольку делают они все вместе одно дело. Жрут игроков в отеле! И если так припомнить некоторые моменты, то... Какие-то сущности даже могут работать в команде. И если, допустим, прилетел раш, то за ним может прилететь и амбуш. И в этот момент тебя из шкафа где-то спрятался, выбрасывает хайт. Ещё одна сущность. Вот тебе пример командной работы. Пусть она, конечно, спонтанная, случайная, но каждый монстр в дурс выполняет свою функцию. И может даже так совпасть, что если тебя не убьёт этот, убьёт, значит, другой. Причём сразу же в один момент. Ну что ж, в этой нелёгкой ветве побеждает у нас, как ни крути, амбуш. При всех преимуществах у А-90. Ну а ты как думаешь, кто же на самом деле сильнее? А-90 или амбуш? Амбуш или А-90? А-90 или амбуш? Хороший вопрос. Думаю, ты на него ответишь в комментариях. Напиши, пожалуйста, в комментариях, кто же всё-таки на самом деле, по-твоему, должен был победить. Ну и не забудь подписаться на мой канал, нажать на раздолбанный колокольчик, чтобы не пропустить ещё больше таких эпичнейших битв. На мою группу во Вконтакте, на мой Телеграм-канал и на мой Яндекс Дзен. Тоже подпишись, все ссылки в описании. Поставь лайк этому видео, поделись им со своими друзьями и у себя на странице и не забудь оставить любой комментарий под этим роликом. Всем поки, до свидос. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok